К другим темам. 18 соглашений о защите и поощрении капиталовложений поступило в Минземоимущество Башкортостана. 10 из них уже приняли. Инвесторы получат землю без торгов. Остальные соглашения на рассмотрение в администрации главы республики, либо в работе, сообщила глава Министерства земельных и имущественных отношений Наталья Полянская. Сейчас ведомство вкупе с Минэкономразвития Башкортостана работает над сокращением срока выдачи участков. Участникам процедуры необходимо соблюдать несколько законодательств, включая гражданское, земельное, лесное, водное, об окружающей среде и так далее. Поэтому руководству муниципалитетов, где выделена земля инвестору, поставили задачу своевременно и качественно готовить пакет документов. Это позволит избежать задержек. На сегодняшний день, когда мы вносим на инвестчаст проекты, участок мы его видим, но участок еще не сформирован. И мы не видим всех ограничений, которые есть на этом земельном участке. Но по предварительным данным, которые нам дают муниципалитеты, он вроде как соответствует. А потом возникают как раз проблемы. Хочу, вот как раз здесь хотелось обратить внимание, что в связи с тем, что некорректные ответы муниципалитетов, у нас это потом впоследствии затягивает процесс. В целом, по словам премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова, на сегодня выстроена система мер поддержки бизнеса, благодаря которой создаются комфортные условия для его развития и работы. В частности, расширены налоговые льготы, оптимизированы документы обороты сроки рассмотрения заявок. Формула, которую мы создали, называется 30 плюс 30, предусматривающая 30 дней на рассмотрение проекта и 30 дней для предоставления уже земельного участка и оформления документов. Эту формулу оценили достаточно высоко на федеральном уровне, как соответствующий сегодняшним ожиданиям бизнеса. В текущем году проведено 18 заседаний инвестиционного комитета республики, рассмотрено 79 проектов с общим объемом инвестиций 128 миллиардов рублей. С июля этого года в Башкортостане компании, которые реализуют приоритетные инвестпроекты, приравнивают к тем инвесторам, с кем подписано соглашение о защите и поощрении инвестиций. Программой СЗПК предусмотрено пять главных направлений, в частности, исключение барьеров, сбалансированная преференция и так далее. Продолжение следует...